всем привет мои дорогие любимые очень по вам соскочилась наконец я возвращаюсь после длительного перерыва очень длительного перерыва связанного там с моей болезнью и поездка в отпуск я вроде как разгребла уже сейчас все дела которые накопились мое отсутствие и могу к вам вернуться полностью вернуться к деятельности на каналах спасибо всем кто меня дождался огромнейшая прямо вам спасибо за терпение что вы не ушли конечно некоторые покинули канал и группа чего зато остались мои самые самые дорогие я хочу вам сказать что я открыла группу вконтакте которая называется мой дневник ссылка на нее будет под этим видео в описании там я рассказываю разные интересные моменты своей жизни делюсь планами своими новостями там же я писала об отпуске выкладывала фотографии вот если вам интересно то забегайте подписывайтесь вступайте я буду очень рада и там же мне писали вопросы для этого подкастом на некоторые я уже отвечала и под видео оставлю еще ссылочки на подкасты которые называются ответы на часто задаваемые вопросы и обо всем там я рассказываю почему скрыта личная информация закрыта личка чем я еще люблю заниматься помимо летсплея и в общем если вы не смотрели то обязательно посмотрите и пройдитесь по ссылочкам ну и давайте перейдем непосредственно к вопросам а первый там привет сколько тебе лет и почему не показываешь лицо но это все я говорю можно посмотреть других подкастах вот лерочка шушва задает такой вопрос почему ты решил заниматься летсплеями что послужило вдохновением ну это очень такой хороший вопрос долго могу ванюф говорить почему я решила им заниматься вообще я всегда любила играть детства и играла в основном ну в несколько игр так скажем я не была таким уж прямо геймером я не проходила там всякие новинки а я вот выбрала несколько игр для себя интересных и частенько в них играла вот а также очень я люблю комментировать но занималась в основном это как при просмотре фильмов комментарии какие-то свои вот и как-то я знаете наткнулась на ю тубе это было как раз сколько уже четыре года получается назад я наткнулась на прохождение своей любимой игры резидент его комментировал молодой человек парень и так мне это понравилось какой-то он это рассказывает проходит и я знаете задумалась что я бы вот хотела для себя например записать свои любимые игры со своими комментариями чтобы потом если я захотела переиграть например не тупить на каких-то загадках раз там быстренько посмотрел как типа подсказки знаете ваш что долго на одной загадки залипаешь вот и таким образом я как бы начала записывать свои любимые игры комментируя их при этом но у меня не было плана выкладывать это все в youtube становиться какой-то популярным вообще не стояла это такая задача передо мной и ни в коем случае даже не задумывалась об этом вот и как-то мне один человек сказал так а что толку то вот ты записываешься у тебя остаются видео выложи пусть будут может быть кто-нибудь посмотрит так и образовался мой канал представляете да то есть вот что послужило вдохновение так скажем и сначала поначалу вообще не было просмотров естественно я просто выложила эти видео и как бы даже и не планировала и продолжать запись то есть никаких других игр я не планировала а потом потихонечку стали расти просмотры мне стали писать а пройди там например вот эту игру хорошо вроде ты проходишь играешь вот это еще пройди ну я так потихонечку и втянулась одну игру другую просят и потом уже увидите результат два канала 42 тысячи подписчиков в общем то я конечно я не ожидала честно скажу такого успеха но я очень-очень благодарна всем кто помогал мне вот стремиться так скажем к этому продолжать развиваться продолжать заниматься этим делом потому что я люблю это занятие люблю свой канал я делаю это с удовольствием вот ну и в общем то прохожу игры от души так скажем от души душевно прямо в душу ну вот я надеюсь лёшка я ответила на твой вопрос следующий вопрос как училась вот диана маракутса спрашивает как училась в школе в университете а училась я не сказать что прямо я такая отличница училась хорошо я хорошистка закончила школы я без строек но единственное что я такой вот по складу по складу своего ума я гуманитария очень не любила алгию бру геометрию физику вот эти все предметы вот я часто прогуливала контрольные по физике например у меня по ней тройка была но потом я все исправила вот так что училась я хорошо чем занимаюсь свободное время мария матвеева меня спрашивать свободное время я провожу так же как и все я общаюсь с друзьями занимаюсь делами какими-то по дому разными в общем-то телевизор смотрю для себя я практически не играю то есть это все делается только для канала он у меня занимает очень много времени практически колоссальное количество времени конечно каналы отнимает вот ну и что слушаю музыку и мы смотрю такие вот у меня занятия ты когда-нибудь красила волосы если дату в какой да конечно я сейчас крашу волосы и красила и красила я практически во все цвета ну не радуги конечно но очень много перебрала там знаете такие интересные разные названия типа кубинская ночи или пламя рубин я красила всякие названия там шоколад орех какой-то танка штаны в общем очень много я даже обеспечивала волосы полу первого цвета они у меня но мне не идет такой цвет только темные цвета вот так что разные в разные цвета я красилась черный красить что-то как-то там черное крыло или как она там вороне или какой-то в общем это украсок знаете очень такие интересные загадочные названия а в принципе оттенки слегка отличаются трудно ли было мне учиться в 10 11 классе ну не просто конечно я старалась я исправлялась и свои тройки вот например в девятом классе меня была тройка по физкультуре ну не потому что я какая-то там это не способная просто я вообще не ходила на физкультуру мне ставили колы и двойки не делать это кстати говоря это я не в пример привожу я просто рассказываю себе вот и потом я приходила в конце четверти за одно занятие я сдавала весь норматив мне ставили пятерки потом пятерки закрывали двойки в итоге три вот но как я уже сказала одиннадцатый класс я закончила без троек я все исправила и стала заниматься я перестала прогуливать уроки вот я стала хорошей девочкой так что да было сложновато но я справилась так дальше смотрим ангелина спрашивает была ли я спокойная лежа хулиганка хотела ли я в саде конечно я ходила в саде как и все дети я думаю ну может быть не все но большинство доходила и было ли я хулиганка ну вот я уже немножечко ответила на этот вопрос до этого да я не была хулиганка я не дралась там не курила за школой как хулиган как в моем понятии но проблемы с учебой у меня были у меня даже пытались вызвать родителей в школу в девятом классе да потому что я смеялась на уроках срывала уроки вот но я все таки сказал что я исправлюсь и мне удалось избежать мои родители все еще не в курсе что их пытались вызвать живу ли я одна ли с родителями ангелиночка так же спрашивает да я живу с родителями диана спрашивает когда у меня будет один миллион подписчиков я буду старше и буду ли я выкладывать фото такое как сейчас или какая была а давай девочка мы дождемся сначала миллиона подписчиков все-таки это процесс очень длительный пока что даже ста тысяч нет хана миллиона я представляю сколько времени вообще может никогда и в этом не будет но я ребятам обещала что если у меня будет когда-либо миллион подписчиков я покажу свою фотографию но я сейчас думаю что даже не фотографию знаете а я сделаю видео видео с камерой с вебкой такой долгожданный вы меня увидите обязательно я с вами поговорю скажу всем спасибо конечно же и мы отметим это радостное событие вот я раскрою свою личность но не раньше вот так дальше не это личный вопрос янвайнер например если кто-нибудь тебе подарит игру пройдешь ли ты ее вне очереди если она тебе понравится кстати говоря хороший вопрос потому что мне дарили раньше игры с часто как-то ну я стала скрывать а свой стим вот по разным причинам и мне конечно меньше она стала поступать таких приятных сюрпризов но все-таки игры продолжают дарить раньше конечно очень много дарили такой как например резидент его revolutions 2 я ее сразу же записала для канала вот и огромнейший просто огромнейший спасибо тем кто дарит мне игры знаете очень приятно очень трогает что в наше время есть такие добрые бескорыстные люди которые просто от чистого сердца от души понимаете дарят мне я конечно очень очень рада всем этим вашим подарком и играми я обязательно ставлю эти игры в очередь по записи я понимаете как бы имею свой же тоже какой-то план и график поэтому я не могу записать может быть хотелось бы но не могу записать сразу все но меня эти игры обязательно стоят в планах и они будут на канале просто по времени конечно не могу сориентировать но они будут обязательно и в них поиграю я их запишу так что они не просто так у меня лежат там в стиме это я вам прямо обещаю вот ну и конечно же если мне подарят какую-то новинку которую я прямо очень что то я и приду вне очереди вот так соня спрашивает любишь ли ты не на вредную пищу вредную пищу это моем понятие такие как всякие фастфуды до пицца хот-доги и так далее картошка free я конечно люблю но я стараюсь избегать чрезмерного употребления такой пищи ем я ее очень редко но люблю да и кто для меня пример для подражания если брать в жизни то наверное нет такого человека чтобы я кому-то подражала я всегда была какая-то вот так сказать сама по себе что ли никогда я не смотрела в какой-то стиль одежды у кого-то или манеру поведения я всегда была такая знаете самого детства немножко странная ну как такая вот не любила как там всякие шоппинги ну как обычные девочки розовые цвета там не знаю в общем-то такая вот знаете посидела играла и что там в общем свои какие-то интересы вот а если брать пример для подражания в летсплее то тоже пожалуй нет мне нравится одна девушка я не буду сейчас ее называть чтобы это не было каким-то пиаром скажут что она мне заплатила нет есть да я смотрю на то ее канал и смотрю ее видео иногда мне нравится что-то я как-то к себе не перенимаю но в основном опять же я иду своим путем я уже как бы заняла свою нишу так скажем и на ютубе выработала свое какое-то поведение свой подход к записи видео и продолжаю как бы в этом же направлении вот а вообще я практически никого не смотрю из летсплейщиков из ютуберов а у меня на это даже особой времени то нет сами знаете так соня спрашивает любимые фильмы и игры и любимая прическа про прическу это просто у меня вот как подстрижены мои волосы я часто хожу с распущенными а дома я их закалываю крабиком потому что они чтобы не мешались не болтались короче это всегда у меня такая прическа вот а любимая как любимую вот распущены просто подстрижены волосы какие есть и любимые фильмы и игры ну что касается фильмов я разные фильмы люблю люблю ужастики хорроры люблю исторические такие как там гладиатор например там не знаю клеопатра ну разные вот и блокбастеры всякие аватар мне нравится хотя я знаю что многим он не нравится мне понравился этот фильм я его и в 3d смотрела и мне понравилась эта история очень красочно очень такой душевный на самом деле там хороший сюжет интересная история заложена в этот фильм ну и снято конечно очень круто вот такие вот фильмы люблю не люблю боевики и криминал редко очень такое что-то смотрю основном конечно какая-нибудь это мистика ужасы зомби например вот очень люблю фильмы с мэрилин монро моя любимая актриса я о ней много читала у меня есть дома толстена книга ее биографии которая прочитала буквально за два дня я прямо вот часами не могла отлипнуть очень много я смотрела о ней документальных фильмов знакома в общем-то с ее жизнью с ее творчеством смотрела ее фильмы некоторые по много раз пересматривала вот такие фильмы я люблю игры те кто давно на канале конечно знают что я большая фанатка серии резидент его полностью все игры я практически все записала одну такие самые вот прямо основные по многу раз некоторые перепрошла особенно первую трилогию я читала все книги по резидент его есть книги по резидент его если кто не знает их по-моему там штук семь ну может меньше даже вот и я смотрела все фильмы то есть я смотрела и много таких видосиков которые делают любители вот как история резидент его серий разное такое там вот это на моя основная любимая такая вот игра из серия игр также я люблю и хорроры люблю рпгшки очень люблю я много в детстве играла рпг ну и какие еще адвенчуры наверно обычно иногда вот люблю такие мультяшные игры но в последнее время очень редко у них играю гарри поттер вся серия обожаю вам несмотря на то что ну может он не всем нравится но у меня настолько сам разный вкус но люблю эту игру да и очень много в нее тоже свое время играла часто переигрывала его вот так ну я надеюсь ответил так следующий вопрос один задает как вы познакомились викторией джуз с викторией я познакомилась очень давно когда моему каналу было наверное не больше полугода она стала моей подписчица и она задавала мне вопросы писала комментарии тогда еще личка у меня была открыта мы с ней пообщались и очень у нас такое интересное получилось приятное общение мы постепенно от вопросов канала перешли к каким-то таким личным обсуждением приколом и вот мы поняли что нам очень нравится друг с другом общаться мы в принципе очень похожи с ней по характеру и она стала моей близкой подругой вот течение уже трех лет мы дружим так вот мы познакомились так алиночка написала мне аж целых три вопроса как реагирую поле мои одноклассники на то что я известная видео блогерша мои одноклассники вообще не в курсе чем я занимаюсь поэтому я не знаю как баня отреагировали может быть если кто-то и видел не думаю что они меня узнали вот и знакома ли я с лирой сид какие у меня с ней отношения вообще это имя мне знакомо девушку я такую не знаю я не за не смотрю ее канал а как я узнала общая ее существование мне одна моя подписчица сделала скриншот в котором вот эта самая лера в своей группе вконтакте писала что если вы хотите посмотреть быстрее эпизод новые сладкого флирта смотрите у нее агары у нее там запись была какая-то задержка вот это единственно откуда я узнала леру сид так что в общем то я могу сказать что я с ней не знакома вот и как с чего ты решила стать видео блогером на этот вопрос я уже отвечала чуть выше ну вот так вот решила вернее как я уже сказала я не решала и становиться как-то вот так все само по себе пошло александр бзот привет саша такое я его знаю потому что он очень активный мой подписчик очень много комментирует часто бывал на чатах когда проходили чаты я сейчас решила от них отказаться потому что маленькая очень активность нет в этом смысла вот он задает мне вопрос знаю ли я игру by the light of tax survival horror нет я не знаю такую игру онлайновой в онлайновые игры я практически не играю кроме антиклав и сладкого флирта так что я имею не увлекаюсь и вообще не в курсе какие они там бывают и планировали я проходить ассасина в шестнадцатом году от шестнадцатого года у нас осталось несколько месяцев и я вообще планирую эту серию игр но там же очень много много этих частей с какой начать с 1 наверное начать у меня помню парочка есть вот уже есть в стиме но когда я его начну ассасинов этих как их начну я даже не могу вам сказать потому что я очень жду выхода финалки пятнадцатая она должна выйти в октябре а это rpg и она займет у меня много много времени по записи я думаю что растянется это но долго естественно параллельно пойдут еще какие-то игры ну вот ассасинов в этом году скорее всего не будет какую музыку больше нравится слушать твоя любимая песня прям конкретно любимой песни нет я слушаю очень разную музыку если кому-то интересно можете посмотреть меня в плейлисте в контакте вот все что у меня там есть вот это я слушаю бывает такое что нравится одна песня и очень много раз слушаю вот слушай 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 там что-то другое переключаюсь и вот разную музыку короче я слушаю самые самые разные поэтому как конкретно какого-то направления или какой-то одной песни у меня нет прямо вот такой любимой любишь ли убираться дома не люблю но убираюсь есть такое дело да и на чем удобнее играть на клавиатуре или на геймпаде ну конечно же на геймпаде я такой человек который начинал начинал свое знакомство с играми с консолей я играла там на геймпадах и постепенно конечно перешла на компьютер тоже на геймпады и основную массу игр я записываю именно проходя на геймпаде но там где нужна клавиатура все на клавиатуре прохожу это такие игры как шутеры например от первого лица да вообще какие-то игры от первого лица там конечно они заточены полную по прохождению на клавиатуре были какие-то моменты когда я пыталась играть на геймпаде мне там такие уже матерые матерые геймеры так скажем писали мне комментарии что боже как можно в эту игру играть на геймпаде о их так там бомбило ну знаете мои дорогие если мне так удобнее я так и играю вам если удобнее на клавиатуре никто этого как говорится не ограничивая не запрещает кому как удобнее я понимаю что есть игры которые прямо заточены под геймпад так и пишут в как бы указание к игре что желательно рекомендуется играть на геймпаде там вот так что я надеюсь ответила на этот вопрос и катя его но спрашивает привет твой любимый жанр игр мой любимый жанр игр и наверно все-таки хоррор потому что resident evil относится именно к сервала хоррор выживание до в ужастике в атмосфере ужаса наверно это любимый но и рпк люблю люблю рпкшки будешь ли проходить игру атлас 2 когда она выйдет ну если вы мне вышлите канистру валерьянки то конечно же буду я не знаю после первой части тоже была под сильным впечатлением я до этого не смотрела прохождение этой игры не как мне не играла и тут записала для канала потому что многие просили но более более какой-то страшный наверное игры я еще и не видела потому что она оставляет после себя такой осадок как это неприятный такой знаете игра сама вот это поэтому атлас 2 не знаю везите мне валерьянку валеру тогда запишем полина степанова у как много вопросов давай полиношка почитаем тебе хотелось познакомиться с другими людьми которые также увлекаются летсплеями прохождениями я знакома с некоторыми людьми которые занимаются летсплеями хотелось бы познакомиться да наверное я бы не отказалась если мне все-таки так прямо захочется именно познакомиться прям возникнет такое желание я найду способ связаться с этими людьми познакомлюсь пока что у меня не такой куба нет нужды что ли как сказать прям сильного желания с теми с кем знакома общаюсь вот ним представь на минутку идешь по городу встречаешь знакомого поздоровалась и сзади или спереди идут и подписчики они тебя узнали что-то будешь делать но такое вообще мало вероятно потому что в моем городе не так много моих подписчиков я думаю они не знают как я выгляжу поэтому как бы они меня узнали так чтобы они прямо шли именно рядом со мной в этот момент я думаю что такая ситуация вообще очень мало вероятно практически наверное невозможно но если бы представить на минутку что все-таки это произошло я бы как отреагировал я бы сказал привет как дела спасибо что вы меня смотрите какой момент с радостью вспоминаешь из жизни что происходило таких моментов на самом деле у меня много я рада что у меня было много моментов которые вспоминаю с радостью и счастлива что они происходили в моей жизни поэтому но это все касается лично меня я не могу вам об этом в подкасте рассказывать вот так что но такие моменты есть да ты когда-нибудь не думал что может произойти что твой хосе вместе тебя начнет снимать прохождение и блоги нет я конечно об этом не думала что он начнет вдруг снимать скорее даже наоборот он часто мне мешает потому что у него есть такая дурацкая привычка он забирается на стол ложится прямо на мою клавиатуру очень невозможно не писать кому-то сообщение не играть чем скорее даже он против моего занятия летсплеем ты сама хотелось ездить куда-нибудь и встретить своих подписчиков но поскольку я личность закрытая скрытая так скажем то личная встреча с подписчиками тоже исключена хотя наверное я хотела бы не знаю не знаю даже как сказать вам что он сказать на этот вопрос пока что нет пока что такая вероятность исключена чем аксения спрашивает чем бы я занималась если бы не знал что такое youtube так вот в подкасте обо всем я там очень много рассказываю своих увлечениях обо всех какие есть и были и я думаю что я нашла бы обязательно на себе занятия если бы не youtube до этого я монтировала разные смешные ролики для себя и для своих знакомых вот под музыку там с текстами поздравления на дни рождения делала и вообще разные нарезки думаю что я все равно нашла бы себя и занималась фотошопом также немного я не могу сказать что я промотку супер мастера нет конечно же очень многое я делаю по видео урокам смотрю и потом повторяю но что-нибудь творческое обязательно я думаю было бы в моей жизни если бы не вот так игорь шурупиков задает вопросы парочку говорит вопросов хотя их 5 любишь ли ты фастфуд ну я уже отвечала про вредную еду да я люблю но ограничиваю себя в поедании фастфуда бегать ли мой кот по ночам и орет на всю квартиру нет по ночам он спит потому что иначе получит если он будет орать по ночам еще так что в основную массу времени он спит но раньше у него знаете была такая привычка он во время того как я начинала записывать он начинал орать потому что он думал что я к нему обращаюсь что я с ним общаюсь и он пытался со мной тоже контактировать мне приходилось его закрывать другой комнате он скребся и там неука в общем это было застрелиться и очень часто он все время мои записи проводим на балконе в этом случае вот как-то постепенно у него это прошло сейчас я спокойно записывал он где-нибудь дрыхнет и мне в общем то не мешает по ночам тем более если ты живешь с родителями допустим наконец у тебя стрим не боишься ли что они придут и крикнут не нусик будешь кушать нет не боюсь потому что я записываю когда дома никого нет всегда это так мне нужна абсолютная тишина я не могу в присутствии кого-то заниматься летсплеем это категорически вообще мне это очень мешает отвлекает и разные шумы и стуки и так далее хлопания двери нет я записываю только когда никого нет если когда-то у меня все же будет стрим хотя не знаю что думаю по поводу этого то естественно не боюсь таких моментов вообще в жизни зажатый или позитивный вопрос я могу так сказать детстве я была очень скромная зажатая но теперь все изменилось и очень коммуникабельный человек мне легко найти общий язык с любым в общем там человеком да я очень быстро могу разговаривать человека найти общие интересы с ним то есть я не могу сказать что я зажата и во многом мне наверное даже помог канал со временем я как научилась общаться с большим количеством людей разных возрастных категорий к тому же вот и и поэтому я конечно больше коммуникабельная позитивная нежели зажатая любишь ли ты колбасочку да игорь я люблю хупка сачку вот такой интересный вопрос да катя спрашивает тебя почему мне нельзя отправить сообщение да потому что личка закрыта у меня уже давным-давно я отвечал на этот вопрос подкасте ответы на часто задаваемые вопросы но могу еще раз уточнить что закрыта она по личным причинам потому что потому что потому что мне писали в личку не просто вопросы или там хотели пообщаться описали оскорбления спам разный рассылали и прочее ну я не хочу все это читать я достаточно читаю это в комментариях на ю тубе например и ю тубе поэтому личка закрыта там я оставила только очень очень узкий круг людей с кем я общаюсь вот так извините ну вот так но у вас есть возможность все таки написать мне сообщение это как я говорю уже группа мы не уник например там можно комментарии писать можно в группе по моему каналу написать сообщение там под аватарка есть такая кнопочка оставить сообщение я как-то у меня есть возможности просматриваю и отвечаю так что пообщаться со мной все таки возможно орген спрашивает как твои родные относятся к твоему каналу вы знаете мало кто знает что я занимаюсь летсплеем потому что я не распространяюсь на эту тему не то что я обо этого стесняюсь ну просто это моё хобби мое занятие я особо не делюсь этим со всеми подряд но те кто в курсе те не особо одобряют так скажем они считают что это какое-то дурачество пустая трата времени в общем им не нравится то чем я занимаюсь но это же мое дело да мое дело как тратить свое время чем заниматься поэтому я не особо прислушиваюсь вот но восторга у них это не вызывает вот так скажем так вероника почему ты не показываешь лицо сколько тебе лет на все эти вопросы я говорю уже были какой-то любимый жанр игр я тоже отвечала будешь ли ты играть воверовать нет не буду я в него играть я видела геймплей на эту игру может быть она хорошая но не совсем как бы в моем вкусе так скажем и сейчас данный момент финансовые затруднения я не могу покупать игры новые свежие знаю смогу ли финалку купить потому что она будет на playstation 4 как мы знаем там игр меньше 4000 не стоят так что он не знаю тяжко посмотрим в общем в овервотч я играть не буду так и следующий вопрос какую кухню ты предпочитаешь да даже знаете не могу сказать что я выделяю какую-то особую кухню я вообще всеядная я очень мало что не ем например баклажаны а так практически всеядная очень люблю роллы может сказать японская кухня да но нет у меня особого предпочтения конкретно какой-то люблю все и все ем какое-то образование образование у меня хорошая какие отношения с одноклассниками встречаюсь ли я с ними я очень близко дружу с одной своей однокласснице она моя самая близкая подруга а с остальными я не встречаюсь меня нет с ними взаимоотношений соня спрашивает любишь ли читать я кстати очень люблю читать я прочитала очень много книг но в последнее время занята канал у меня к сожалению не остается времени хотя я с удовольствием вообще-то читаю и больше даже люблю не электронные книги а настоящие книги которые вот листаешь при запах этот книжный новых книг особенно очень люблю так что мной прочитано очень много интересных книг сколько тебе лет молчу любимый цвет цвет ну даже не знаю раньше красный был у меня вся одежда была красных цветов сумки красных цветов перчатки когда я была помешана на красном цвете со временем это все как-то поменялось у меня нет я до сих пор его люблю но в одежде стала предпочитать больше наверно спокойные оттенки песочные коричневый песочный желтый желтый цвет очень люблю вот но да вообще в принципе наверное все цвета нос единственное что я не люблю зеленый цвет в одежде не в принципе зеленый цвет а именно одежды я никогда не покупала зеленую одежду и не носила на мне не идет наверное даже но я не люблю короче говоря вот а все остальные цвета приемлемые любимый жанр игр отвечала любимая еда самая любимая не знаю пюре наверное хотя я говорю я все 1 прямо вот такое чтобы очень-очень любимая пюре с котлетой наверное вот так на этом вопросы у нас закончились я думаю что ребята будут продолжать них писать это уже останется на следующий подкаст вы не забывайте про эту группу если кому интересно вот она мой дневник заходите забегайте будем общаться буду здесь рассказывать о своих планах чем занято что планирую делать какими-то фотографиями делиться вот ну и большое вам спасибо что вы прослушали этот подкаст надеюсь что встретимся очень скоро накупятся вопросы для нового подкаста покажите с вами прощаюсь и я возвращаюсь снова к деятельности напомню на своих каналах очень скоро появится видео и на основном канале на втором канале вот так же не забывайте про группу прохождения от не агара который я выкладываю не только видео там я выкладываю игровые новости выкладываю разные приколы которые связаны с нашей жизнью геймеров в общем забегайте подписывайтесь и не забудьте про ссылочки под этим видео спасибо вам еще раз большое люблю вас пока пока